Субтитры создавал DimaTorzok И мы с вами продолжаем знакомство с десятью заповедями. Восьмая библейская заповедь гласит «Не укради», то есть «Не присваивай себе чужого». Нравственные обязанности человека заключают в себе его отношение к Богу, к людям и к миру, и к самому себе. Поэтому заповедь «Не укради» распространяется на то, что принадлежит Богу, миру, людям и нам самим. Богу принадлежит человеческая душа. Он создавал его для себя. Человеческая душа – это объект божественной любви, единственная драгоценность в сотворенном мире, которую Господь хочет иметь своей. Только человеческая душа способна вместить любовь к Богу, способна войти в таинственное единение с Богом, стать отражением и отблеском божественных совершенств. Священное Писание, Библия, называется «Завет». Завет – это те условия, приняв которые, душа оказывается в поле божественного света, поскольку человеческая воля согласуется с волей Божьей. Ведь для того, чтобы вместить любовь к Божию, научиться любить Бога, дать Богу место в своем сердце, Первое вооружение, которое человек совершил и совершает постоянно – это кража самого себя у Бога и предание себя этому временному, жестокому и чуждому ему по природе своим мир. Душа – это искра божественного света. Она не может найти себя в материальном мире. И человек, украсть себя у Бога, украл себя у самого себя, человек состоит из души и тела, которые имеют свои нужды, потребности. Но бессмертная душа, драгоценнее тело, настолько, насколько небо выше земли и вечность больше земной жизни. Несколько десятков лет уделено нам для пребывания в этом мире. Однако большую часть этого времени мы тратим на свои телесные нужды и потому постоянно вруем то, что принадлежит душе. Мы созданы для вечной жизни, но погружаясь в мирские заботы, в их отвязчивую пустоту, мы похищаем вечность у своей собственной души. Христианин обязан в воскресные дни и дни церковных праздников посвящать Богу. Начинайте оканчивать день молитвой. Это время Бог определил для себя, а мы употребляем его на земные дела и потому снова кладем то, что принадлежит Богу. Забывая о литве или молясь небрежно, мы воруем свое сердце у Бога, который сказал, «Сын мой, дай мне сердце твое». Вообще каждый грех в жизни – это воровство самого себя у Бога, которому мы должны принадлежать. Единственное, у кого мы не воруем, а кому напротив охотно отдаем, – это дьявол. Он – чужой для нас дух, у него нет в нас своего. Однако мы проявляем ему необыкновенную милость, делимся с ним всем, что имеем, вплоть до собственной души. Духовные блага неделимы. Бог принадлежит одинаково всем, насколько каждый человек внутренне способен вместить в себя любовь к Богу. А приходящие блага этого мир скудны и ограничены. Поэтому человек, вузившись в мирскую жизнь, борется с другими за эти блага, хочет отнять их и присвоить себе то, что мы называем собственностью. Низший закон справедливости, который противостоит худшему произволу – это справедливость падшей природы. Это справедливость общества, живущего духом страсти и эгоизма. Самособственность – это как бы неизбежное и меньшее зло, но она свидетельство того, как мало любви в нашем сердце. И в этом мире мы боремся с теми, кто имеет, как ему, бессмертную душу. И создан по образу и подобию Бога за бездушные предметы, которые обречены на тление. В притче о неправедном управителе повествуется о том, как человек взвотребил доверием своего господина и разворовывал его имение. Это имение – время жизни, силы и способность человека, которую он должен употребить на дела добра и милосердия. Но человек чаще всего употребляет их на удовлетворение своих похоти и страстей. Бог вызвал в нас небытия, и мы ничего не принесли с собой в этот мир. Все, что мы считаем своим неправедное приобретение, то, что мы имеем в страх необходимого – знак оскудения нашей любви к людям. Поэтому Господь сказал, горе богатым, когда мы приобретаем больше, чем нам необходимо, то обездуливаем других. Но само приобретение и вещелюбие несут в себе возмездие человеку, налагая на него тяжесть и забот, привязывая его к земле, отнимая на него время и силы, необходимые для главного. Возрастающие накопления, как сгущающиеся тучи, закрывают от нас небо и отнимают у души Бога. Один вид христианский подвижник говорил, что потерял любовь тот, кто первый сказал – это мое, а не это твое. А первым здесь был Каин, который построил для своего семейства город, обнес его ограды и сказал – это мое. Слово «мое» – это воровство у любви. Бог есть любовь. Если мы имеем больше, чем нам необходимо, это грех против любви к людям, нашим братьям-водям и части нас в мистическом теле Христа, церкви. Это грех против надежды. Мы забываем, что Бог не только Творец, но и Промыслитель. Не только Промыслитель, но и Отец, который не может оставить своих детей, тем более, когда они творят Его волю. Это грех против веры в то, что мы получим воздаяние за все свои дела вечности, что милость более всех прочих добродетелей способствует вечному спасению. Впрочем, мы редко удерживаемся на грани и этой, как было сказано выше, мирской справедливости, то есть обладая лишь своей собственностью. Мы постоянно пренебрегаем ею, и наша внешняя порядочность часто оказывается просто маской вора. Многие не сосяться с этим, но пусть они посмотрят, насколько ложь уелась наша жизнь. А кто лжет, тот хочет скрыть. Значит, нам все время приходится что-то скрывать. Как часто мы пользуемся доверчивостью людей и платим им неблагодарностью. Как часто мы высказываем ложное расположение к человеку, чтобы воспользоваться его услугами и помощью. Как артисты играем в любовь и вовсе не считаем за грех это лицемерие и продажное кокетство. А когда получим, что хотели, и человек станет уже не нужен нам, то смотрим на него, как на незнакомого. Более того, знай, что мы должны быть благодарны.